Привет, друзья! Сегодня вместе с вами мы посмотрим за новым бристалбеком в патче 7.31D. И что самое интересное, мы сегодня будем наблюдать не за бристалбеком, соответственно, в хардлейне, а на изи лейне. И это брист именно первой позиции. Как же я устал ждать боевой пропуск, вот бы что-нибудь помогло мне сокрасить ожидания. Так ведь есть эпик лут со своим саммер бетл пассом. Выполни все 60 квестов и получи дк хук. А на 15, 30 и 45 уровне забирай случайную аркану. Только для моих зрителей этот БП по ссылке в описании ты можешь получить бесплатно, а не за 500 рублей. Мало? Лови бесплатно временный режим охоты за сокровищами. Дойди до сокровищ за 4 хп и забери награду и мега сундуки с топовыми шмотками за сделанные шаги. Играть в режим можно раз в час бесплатно. Ссылочку на все эти плюхи я оставил в закрепленном комментарии. Там же лежит и промо на 15% и на бонусный пузырек с хп в Трэжер Хантере. Что самое удивительное, что это сейчас довольно популярный тренд. И Бреста берут в кэри довольно часто, особенно на хай рангах. Ну а сегодня мы наблюдаем за Артизи из команды Evil Genius. На данный момент он имеет шестой, нет, прошу прощения, пятый ранг. Входит в топ-10. Средний ММР здесь больше 10 тысяч. Игра должна быть интересная. Начальный закуп у кэри Бристалбека следующий. Это 2 Аренбренча. Также, соответственно, Гантеля. Манго, Топорик и 3 Танго. Будет интересно, как сильно отличается закуп Бристалбека, соответственно, первой позиции от уже всеми привычного Бриста в харде. Также я чекнул общую статистику. И проценты примерно следующие. В 60% случаев Бристалбека берут в харду. Соответственно, в 20% случаев берут в изи. Ну и оставшиеся проценты уже распределяются по остальным лайнам. Его могут взять и в мид. Но это, конечно, уже намного реже. Можно такое увидеть. Погибает Баунти Хантер. Это не Ферст Блат, потому что Ферст Блат сделала команда Радиант еще во время руны. Но это не попало в запись, потому что там особо ничего интересного не произошло. Бристалбек сейчас очень популярный герой. Его берут в 15% случаев. И он находится в 15% случаев, соответственно, из всех игр, я имею в виду. И он находится на 16-м месте по популярности. Винрейт также довольно приличный. Средний винрейт 51%. Если мы берем хайранги, то там винрейт выше 53%, что очень хороший показатель. Его также апнули в последнем патче. Собственно, поэтому его популярность так и выросла. Ему апнули первую способность. Соответственно, на Салгу дальность применения увеличена. Раньше она составляла 600. Теперь составляет 650. И также пассивную способность Бристалбек. Порог урона уменьшили. Соответственно, был 210. Теперь стал 200. Это значит, что Квилл Спрейт, соответственно, будет срабатывать еще чаще. Это также относится, естественно, к бафу. Второй фраг делают. Убивают Бристалл в этот раз Клокверка. Ну, теперь давайте по расстановке пройдемся. Бристалбек стоит вместе с Энчантером против, соответственно, Баунтьхантера и Клокверка. Каждый из них по одному разу уже откинулся. В миду у нас интересное сопротивление Снайпера против Котла. Тоже, кстати, довольно популярный тренд, когда Котл идет в мид. И в Харде у нас стоит Рубик вместе с Визажом против Джиггернаута и получается Виверны. Так, вновь у нас Стычка. Пытались сделать отвод. Также сейчас нужно аккуратно законтролить Курьера. Ну, Бристалл его уже законтролил, соответственно, отправил на линию. Пытается впитывать урон, стоять спиной. И сейчас может быть даже даблкил, но, к сожалению, не получается. Откидывает Клокверк своими когами, хотя оставалось всего лишь два Квилл Спрея и был бы даблкил. Бристалл забегает в потайную лавку, покупает себе Ринг оф Хеллз и также в Курьере привозит себе первым артефактом Солу Ринг. Бристалл Бэк имеет лучший винрейт против таких героев, как Спектра против Энигмы, Сенкинга, Варлока, Кентавра и Урсы. Худший винрейт у этого героя против Вайпера, Легиона Командер, Шадоу Финда, Катлам, Лины и, соответственно, Дроу Рейнджер. Так, что у нас происходит на линии? Энчантрес бежала в лес. Но я думаю, что в целом здесь ни один из этих героев, которые стоят против, в целом не сможет мешать Бристалл Бэку. Они в целом не рассчитаны на то, чтобы мешать Бристалл Бэку. Поэтому Артизия себя чувствует здесь крайне спокойно. Просто стоит, делает что угодно и, соответственно, спамит Квилл Спреем. Интересно, купили ли стики? Стики есть. Стики также есть. Кстати, 20 стиков было накапано у Баунти Хантера, поэтому за одно использование восстановился практически весь запас ХП. Зажался здесь Бристалл Бэк в лесу, Энчантрес спешит на помощь, соответственно, переагривает вышку на себя, чтобы в это время Бристалл Бэк смог выбежать. Но из-за этого Энчантрес сама и погибает. Ну да, Бристалл Бэку было бы не очень выгодно бежать, потому что он бы сразу получил тычку в лицо. И, кстати, догоняет его Баунти вместе с Кваком и Баунти Хантер делает деблкил. Только я сказал, что никакого сопротивления Бристалл Бэк не может получить, как совершают двойное убийство. Еще и внизу визажа забирают, закидывают Джаггернаута под вышку, неверно, соответственно, сейвит его. И принимает очень интересное решение, просто нажимает тэпау от Джаггернаута и успешно улетает. Но Бристалл Бэк в это время уже возродился и, соответственно, вернулся на линию. Конечно, почему погиб Бристалл? Потому что слишком он нагло сыграл. Я не знаю, как и зачем он вообще оказался в лесу, ну, в этом миниатюрном лесу сил света. Излишняя вера в себя. На Бристалл Бэке очень часто ты чувствуешь себя бессмертным. Соответственно, его и погубило в данном случае. Нужно было просто играть слегка аккуратнее. И тогда бы, возможно, он бы и остался в живых. А я в этом уверен на 100%. Подворовывает баунти к голду. Бристалл Бэк привез себе... Ну, вернее, наверное, не привез, а купил, пока был на базе. Бустов спид. Сейчас стал куда мобильнее. Подфармливает лес. По раскачке 6-й левел сразу вкачивает ультимейт. Квилл спрей в 3-ку и, соответственно, спина в 2-ку. Сопли пока он не прокачивал. Потому что, в целом, в начале от них нет особо пользы. Потому что вы же не собираетесь в начале кого-то догонять. Поэтому, соответственно, и не тратит на эту способность скиллпоинт. По крипам лидирует снайпер. Вражеские 62 на 10. Но Коттл тоже сильно не отстает. Идет 60 на 3. Впрочем, они в миду идут на равных. Ну и дальше идет Бристалл Бэк. Который существенно опережает того же Джиггернаута. Бристалл Бэк 40 добитых крипов. Джаггер 28. Ну, видим, что сейчас Бристалл переключился в лес. Такой герой, который в целом фармит довольно быстро. Главное, чтобы ему хватало запаса маны. И, соответственно, ни один керри-герой, наверное, так быстро не зафармит лес. Как Брист со своими колючками. Очень приятная шмотка ему выпала. Это Аркейн Ринг. Соответственно, так как маны не очень много у Бристалл Бэка. Вот эта нейтралка очень даже пригодится. Но сейчас мало ХП остается. Рядом есть Энчандрес. В случае чего, я думаю, она может помочь. Ну, естественно, Бристалл 300 ХП. Тут уже нужно быть аккуратнее. Потому что если влетит, например, Клакверк, рядом будет Баунти. То Брист может и откинуться. Если его смогут как-то зафокусить. Внизу Джиггернаут ультимейтом фармит крипов. На секунду мы с вами, соответственно, увидели происходящее. Ну, а сверху все спокойно. Один раз допустил ошибку. Забежал слишком далеко. В остальном крайне размеренный, спокойный геймплей. Котл прибегает наверх гангануть, соответственно. Забирает Клакверка. Тут еще есть и Баунти. Также есть Снайпера. Вот Снайпера можно попытаться и поймать. Станет Кентавром Энчандрес. Снайпер лишь бы уже... Хотя он сейчас может еще и... Да ладно, просто застрелил Бристалл Бека. Я уверен был, что Снайпер здесь погибает. Но Брист не такой уж и толстый в самом начале. Оказывается, в итоге размен очень невыгодный. Посмотрите. 2 в 4 1400 рейден заработали. И всего лишь 400 дайер. Хотя изначально выглядело как успешная драка для сил тьмы. Но все оказалось иначе. И даже Снайпер в целом особо... Скажем... Выгодно разменялся. Хоть и погиб. Так, здесь подфармили древних. Надо, наверное, было немного подождать. И тогда бы успел сделать еще один стак. Как раз тайминги. К 10 минуте подспевали. Хотя да, что ему мешает прямо сейчас во время фарма и отойти. Хорошо. Сделал еще один стак. Смотрим. Было 500 голды. До того, как он зафармил первого крипа. Вот он, мне кажется, сейчас возьмет все и состилит просто. Да. Я уверен, что... Бристалбек этому был не очень доволен. Еще и эту пачку. Хотя... Не Бристалбек, это стакл. И, вероятнее всего... Не, ну скорее всего Рубик все-таки стакл. Непонятно, кто у кого своровал. Просто я подумал на секунду, может быть, Коттл сам себе стакал это все. Тут пришел Бристалбек, а он планировал сам это зафармить. Ну, по итогу, примерно на равных забрали крипов. И давайте посмотрим на общую ценность. Видим, что лидирует Баунти Хантер. 5400, дальше идет Снайпер, 5200. Ну и третье место разделяет Бристалбек вместе с Котлом. По 4700 и 600 золота, соответственно, они имеют. Бристалбек привозит себя Вангуард и также Блейд и Фалакрити. А это значит, что будет делать первым артефактом себе Аганим Скиппетером. Ну, а сейчас продолжает просто фармить лес довольно успешно. Сверху есть Джиггернаут, седьмого уровня. В это время Бристалбек имеет девятый. Накидывает сопли. Джиггернаут на самом деле только один выход, это жать тапаут. И то он с этим уже запоздал. Ставят вард. Вард сразу же разбивает. И Джага погибает. Телепорт был в кулдауне, собственно, поэтому он его и не прожимает. Без каких-либо проблем. И в тупую подбежал и забил, соответственно, Джиггернаута своим молотом. Очень классный сет у Артизи. Посмотрите. Получается такой рыцарский Бристалл. Выглядит прям жестко. Мы тут сет с вами рассматривали. А в это время Энчантерс погибает. Но подставляется Баунти Хантер под вардом. Также очень сильно замедлен. Уже четыре стака. Впитывает много урона. Бристалбек тоже нужно не расслабляться. Пытается отбежать. 100 хп остается сам под треком. Но Снайпер дал свой ультимейт в Энчантерс. Поэтому Бристалбек он не добивает. Размен. 1 в 2 получается. Что тоже невыгодно. Хотя, смотрите. На равных. Буквально на пару голды больше Дайер получили. Поэтому в целом ситуация никак не изменилась. Ну а эти 12 минут лидирует Рейдингт. На промежутке всей игры. У них по 20-15% золота больше. Ну а именно это 1000-2000 золота. Покупает Огракс. Также Стап в Визарде. И до Аганима остается совсем немного. Также на 10 уровне вкачивает левый талант. Это полторы маны в секунду. Соответственно сейчас с ней проблем уже быть вообще не должно. Продолжает фармить лес. Особо он не отвлекается. То есть если кто-то появляется на линии. Либо сам к нему в гости в лес забегает. Тогда соответственно Артизи выходит. Делает фраг. Ну а так. Занимается тем чем и должен заниматься. Кэрин. Соответственно первую половину игры. Первую половину игры. Это просто бьет крипов. Очередной размен. И очередной невыгодный. Один Клокверк. А Клокверк у нас это четвертая позиция. Разменяли на Котла второй. И соответственно Инчу пятый. В итоге 860 золота. Рейдинг заработали. Дайра стали без ничего. Но забирают баунти. Лучше чем ничего. Фраг достается визажу. Бристалл тоже успел поучаствовать. Получил немного экспы. И дофармивает свой Аганим. Тут как раз денег должно хватить. Нет не хватит. Еще нужно 200. Летит наверх. Снайпер. Застрелил просто Инчантрос. Через хайграунд. Через реку. Правильно сказать. И Аганим направляется к Бристу. Кто не знает. Он улучшает первую способность. Соответственно увеличивает максимум эффектов. И делает способность ненаправленной. Отчего она применяется во всех врагов вокруг. То есть вы нажимаете просто первую кнопку. Даже целиться никого не нужно. И сопли летят просто во все стороны. Задевая всех, кто находится в зоне действия. Крайне удобно. Ну и это соответственно второй артефакт, который он решил собирать. Первый был Вангуард. Сделал стак. За блистак кстати очень приятно стакать. Не нужно подбегать. Просто жмешь Квилл Спрей. И крипы уже бегут за тобой. Поэтому можно стакать по 2-3 спота. Одновременно. Ну и фармиться конечно быстрее, чем с какими-либо АБФами. Убивают котла. Правда тут такой ник. У парня. Что непонятно кто и что получил. На самом деле. Видим что только то, что погиб котл. Ну а странный ник. Видимо. У Баунти Хантера. А может быть и у Снайпера. Бывают ники, которые соответственно. Делают неверное отображение. Вот этих вот итогов файта. Но это сильно нам не мешает. 3000 преимущества Радиант. Ведут. Но ДР пока отстают. Соответственно счет. 18-10. Бристалл привозит себе пачку. Дастов. Свободные слоты у него есть. Поэтому почему бы себе тоже не прикупить. Тем более когда инвиз вражеской команде не у одного игрока. Лакверк. Укидывает в сопли. Хорошо. Забирает. Рубик. Пока он находился. В неувидимости для физического урона. Иверна. Могли успеть ее забрать. Но переключились на Баунти Хантера. Он применяет такую же тактику. Но Рубик и его забирает. Ловят Снайпера. Но у них геймплан у всех один. Просто нажать два раза тэпаут. И соответственно попытаться улететь на базу. У Иверны получилось. У остальных не очень. Три в одного размен. 1600 золота заработали. И времени теряют. Заходят на Рошана. 15 уровень. Все способности замакшены. Не считая ультимейта. Будет ли брать талант? Скорее всего он уже потратил. Скиллпоинт. И соответственно. Талант пока не вкачивал. Ну вкачает значит на 16. Жигернал сейчас. Может сворвать. Притом. Да у него реально это получилось. Потому что. Рошан как назло застанил Бристалбека. В самый последний момент. И в итоге Аегис достается Джигернаута. Интересная ситуация получилась. Аегис сразу же выбивают. Забирают Клокверка вместе с Виверной. Но Джигернаут после того как. Соответственно погибает с Аегисом. Взял и выбежал. Видим что Артизия. Недоволен. Пишет что. Рошан. Не очень хороший. И помешал ему забрать. И Гиду Бессмертия. Тем не менее. Бристалбек топ 1. По Нотворцу. 10 с половиной тысяч золота. Дальше идет Снайпер. Ровно 10. Третье место. Баунти Хантер. 8800. Следующим артефактом после получения Аганима делает себе БКБ. Хотя я не могу сказать что у Радианта очень много магии. Мне кажется что от БКБ возможно было бы даже воздержаться. Но может быть. Не знаю что его сподвигло. Еще может передумать. Так. Бристалбека словили. 4 героя. Очень часто бывает когда Бристалбека бьет 4 героя. По итогу получается ультра килл. Но не в этой ситуации. Слишком тоненький здесь Брист. Соответственно. И такого не получилось. Хотя. Наблюдал я за таким неоднократно. 15 туры. Берет Леву Талант. 20 к скорости атаки. Соответственно. Чтобы больше ДПСить. Ну и возможно это будет не БКБшка. А что-нибудь. Ну не знаю. Шиво. Не будем гадать. Посмотрим по ситуации. Что примет дальше. Купил рецепт на БКБ. Но видимо случайно. Потому что сразу же продал его. Покупает ПТшку. Я даже и не заметил что он все время с носком бегал. Купил ПТшку. И покупает Митрил Хаммер. На 24 к урону. Нейтралку берет себе Эссенс Ринг. Кстати для Бристалбека это очень хорошая тема. В последний момент. Можешь взять и соответственно. Дополнительно 400 хп себе отрегенить. Это дает возможность сделать еще трипл килл например. Бристалбек на такое способен. Так ловит и верно. Верно сразу убивают. В огоне за снайпера. Но он отошел на безопасное расстояние. И переключаются на крипов. Джиггернаут покупает себе. Шадоублейд. И конечно будет делать Сильвер Эйдж. Чтоб контрить самого Биста. В этом можно не сомневаться. Манны у Бристалбека хватает. Поэтому постоянно бегает он. На максимальном количестве стаков. Это соответственно 8 штук. Покупает книжку. На опыт. Забирает соответственно своих. Саппортов. Но в целом чтобы получить быстрее 20 уровень. Я думаю оно того стоит. И саппорты не сильно обидятся. Где-то заряжается снайпер. Словили клока. Но он прям очень тоненький. Поэтому. Буквально 3-4 удара. Клока забирают. В кого-то заряжался снайпер. Мы слышали звук. Но я думаю что он просто убежал. Но где-то рядом. Накидывая шрапнель. Артизи улетает в мид. Делает телепорт. Начинается здесь драка. С того что Рубик. Соответственно накладывает способность. Самой Виверны. Своровал он. Ультимейт. Виверна сразу же бейбек нос. Прилетает в мид. И чуть ли моментально не погибает. Но все таки отошла на безопасное расстояние. Снайпера задувает котл. Погибает Визаж. Ну и так же погибает Рубик. Очередная не очень выгодная драка. Для сил тьмы. Да. 1900 Радиент получили. 800 БР. Хотя был бейбек. Тем не менее. Это не помешало. Очень. Выгодно подраться. Практически хватает денег на БКБ. Вот уже прям и приобрел. Ого Ракс. Рецепт. И соответственно он уже летит к нему. Сможет сейчас смелее. Находиться. Участвовать в драках. Еще чего? Рошан. Может появиться через 2 минуты 20 секунд. Брист зафармил тройку. Там кстати находится вражеский вард. Но гангать Бристалбека занятие не самое приятное. Поэтому я сомневаюсь, что Рейдиан будет таким промышлять. Хотя активирует смоук. И как раз Брист находится в том месте, где его можно было неплохо поймать. Но жмет тэп аут. И баунти был рядом. Смотрите на мини карту. Не успел сбить телепорт соответственно. Я думаю, что и команда была неподалеку. Но дайр прям почувствовали. А в частности Брист соответственно успели убежать. Сами активировали смоук. Видно снайпера в миду. Плюс он с ДД. Это очень опасно. Прижимает БКБ Бристалл моментально. Понимаю, что от ультимейта Виверны БКБ не спасает судя по всему. Для меня это небольшое открытие сейчас было. Снайпер все еще с ДД и все еще живой. Вот отсюда уже сложно уйти. Виверна вновь сейвит ему жизнь. Но переключается как раз на Виверну. И снайпера также не отпустили. Хорошо. Наконец-то подрались с ней в минус. Сделали минус 3. Заработали 1600. За прошлую драку свои деньги отыграли. 20 левел берет лево талант. Это конечно же 20 к дополнительному урону от Квилл Спрея. И сейчас ДПС будет значительно сильнее ощущаться от Бристалл Бека. Следующий артефакт после покупки БКБ это Скул Башер. Ломают мид. Снайпера нет 25 секунд. И можно идти, я считаю, ломать Т2. Потому что Т1 уже на всех лайнах снесли. Брист переключается и фармит крипов. Но сверху есть Джиггернаут. Тоже довольно интересная цель. Но без Скул Башера его не получится забрать. Он просто нажмет ТПО. И в этот раз, скорее всего, он на него будет не в Кул Даване. В итоге сыграли аккуратнее. За Т2 не подрались. Просто отошли по фармиле. И сложно сказать, это ошибка. Либо наоборот. Сыграли аккуратнее. И это может быть хорошо. А так могли бы подставиться. Да, наверное, это имело смысл. Все-таки пока еще Рейден сильнее. У них до сих пор сохраняется преимущество в голде. Хоть и небольшое. И нужно было сыграть излишне аккуратно. Клок влетает в Бристал Бека. Закрывает его в Когах. Провокация. Вот и верный. Клокер погибает. Энчантрес также погибает. ДПСит Джиггернаута. Джиггернаут входит в инвиз. Есть дасты. Джага разультился в Бристал Бека и остальную команду. После того, как ультимейт закончился, сразу пил спреем его Бристал добивает. Пытается найти кого-то в лесу. Скана нету, чтобы чекнуть. На этом драка закончилась. В целом неплохо. Забрали Джиггернаута. Еще и ранний тайминг Рошана. Притом вроде как максимально ранний. Джиггернаута не будет 45 секунд. Это отличная возможность. Забрать Рошана. И в этот раз Джага его уже не украдет. Надо что-то выложить. Выкладывает Солу Ринг. Был Вижен на Клокверка, поэтому прям выждали, когда тот влетит. Лишний фраг никогда не будет. Пытался он своровать Клокверк, но не получилось. Шард вместе с Аганимом Брист забирает себе. Сразу Шард активировал. Он ему дает новую способность, которая называется Хэйр Болл. И соответственно Бристалбек отхаркивает в указанную область Кмок Игл. Приземлившись он лопается и применяет на всех врагов вокруг один эффект, соответственно на Солгу. И несколько эффектов Квилл Спрея. Радиус 700 и число эффектов Квилл Спрея 2. Клудаун 20 секунд и стоит это 100 маны. В целом забавная способность. Прикольная анимация. Помним, что Бристалбек хотел собирать себе башер. В итоге он передумал и покупает Ассал от Керас. Есть Аегис. Можно играть агрессивнее. И ломают Т2. В это время Бристалбек, скажем, отвлекает. Хотя у него весь основной ДПС. Поэтому надо, чтобы он видел. Посмотрите, 145 плюс 400. У него 10 таков варпаса. Так. Снайпер. Берет себе в приоритет Виверну. Убивает ее за 2 удара. Дальше. Снайпер. Также погибает. Совершает двойное убийство. Начинают. ППСить. Вышку. Зашли на хайграунд. Радиант. Тратят глиф. Но он им помогает лишь на короткую дистанцию. Но бараки продолжают падать. Совсем немного ДПСа по Бристалбеку остается нанести. Потеряет она Егис. Котл его выхиливает еще за это время. И на 30 хп пытается убежать. Но Сирикен Баунти Хантера его все-таки догоняют. Тут, кстати, кто-то потерял гем. Его нужно забрать обязательно. На самом деле, крайне необычный геймплей. Очень сильно отличается от стандартного, скажем, керри героя. С таким Бристалбеку явно не заскучаешь. Играя за него. Тебе не нужно просто фармить крипов. И как-то аккуратненько играть. Но в целом, геймплей крайне схож. С тем, как Бристалбек играет на третьей позиции. Только ты существенно богаче. И можешь позволить себе больше. Но опасность в том, если игра затянется в глубокий лейт. Ну, например, наступит 50-ая минута. То, я уверен, с вероятностью 80% победа будет за силами света. Потому что у них есть Жиггернаут. Есть Снайпер. Баунти Хантер. И верно. Это те герои, которые в лейте показывают себя просто идеально. Поэтому задача Radiant это тянуть эту игру как можно дольше. А вот Коттл, Бристалбек, Визаж. В глубоком лейте, как правило, особо не могут показать чего-то сверхъестественного. Поэтому зачастую, если игра затягивается, исход уже предначертен заранее. Сравняли счет. 31-30. 1700 заработали. График плавненько скатывается к силам тьмы. В пользу их команды. Но Бристалбек все-таки покупает себя Скулбашер. Правда, чуть позже. Ну и далее будет апать его в Эбисал Блейд. Ломают нижнюю сторону. Здесь очень сильно решает Коттл своими задувами. Тем, что хилит Бристалбек. Барак не донесли, но этот барак, он и сам упадет. Это тот барак, который не хилится. Соответственно, Дайр отбегает. Бристал улетает наверх. Курьер уже везет, я так понимаю, Эбисал. 23 тысячи нетворс у него. Даже 24 почти. Нужно, правда, себе еще пару телепортов докупить. Ну, либо Тревелан. Хотя Тревелан на Бристалбеке, наверное, в последнюю очередь стоит брать. Заключающий артефакт, который будет вместо Соло Ринга, это Блинк Дайгер, который потом можно апнуть. Соответственно, в Блинк на Силу, либо, например, Блинк и на Ловкость, и на Аркейн. Все это будет выглядеть интересно. 6 тысяч уже перевес. Дайр выглядит сильнее. Но 5 тысяч это не космос. Это то, что отыгрывается за один файт. Нужно сохранять бдительность. 25 левел. Левый талант. Соответственно, все левые таланты он вкачал. Легко запомнить. И берет 25 к урону за эффект варпаса. Посмотрите на этот ДПС. Прям не верится. У него 173 плюс 690 вроде бы было. На 11 стаках. 11 стаков может быть? Нет, 10. Значит, мне показалось. В общем, это 173 плюс 665. Почти косарь урона получается. Вместе с талантом на 10 левеле. Максимально физический ДПС. Фитс, ДПС, Бристаллбэк. Если будет еще ДД, это будет совсем страшно. Юзнули Смоук. Идут по миду. Не хотят идти через верх. Сверху Джаггер вместе с Баунти. Хотят кого-то найти, но пока чисто. Где-то в лесу должен быть Джаггер. Я думаю, что он уже улетел на базу. Так как они потеряли из поля видимости своих противников. Соответственно, Джаггер не мог позволить себе оставаться там, где он и был. Рейдент. Жмут Смоки в ответ. Встречаются они в итоге в тройке. Первым теряет энчантерс. И, кстати, потеряли гем. Неприятно. Хотя у Дайер Вижена, вернее, не Вижена, а Инвиза меньше, поэтому не так страшно. Но вот за ворды неприятно, что их сейчас будет активно снимать. Ну а силам Дайер нужно приобрести просто еще один гем. Вероятнее всего. Ну либо побольше дастов. Брист покупает себе Блинк. Теперь он максимально мобильен. Интересным образом фармит крипов. Так, Клок. Закидывает соплями. Клок тоже улетает. Бристалбек под треком. Его видят. Энчантерс также под треком. Фук мимо. Три героя. Хорошо. Два удара. И гем возвращен на базу. Два удара по Клокверку. Ситуация повторилась. Мне кажется, кого бы не встретили, хватит два удара. Но только Джагеру потребуется четыре. И очень такой тоненький пик у Радиант для такого Бриста. Но стоит быть осторожным, потому что лейт все ближе и ближе. Затянете игру еще на минут 15, может стать уже куда сложнее закончить эту игру. Так и верно. Баунти. Очень важно не забывать просто спамить способности. Соответственно, поддерживать максимальное количество стаков варпаса. Появился Рошан. Тут же КП-3 по очереди. Выбивают гем. Либо это все тот же, либо его просто не забирали, либо купили еще один. Джагернал делает даблкил, убивает Рубика вместе с Энчантрос. Рубик байбекается. Прилетел на ванкост, сразу вернулся файт. Видим, что очень больно Бристалбеку на самом деле. И вперед всех он не бежит. Пытается крайне аккуратно дистанционно играть. Бивают Джагернаута вместе с снайпером, и сразу же они байбекаются. Дайр заходит на Рошана, но я думаю, что Рейдиан за этого Рошана захотят подраться. Потому что не зря же они поражали свои байбеки. Эбисел в клокам. Забирает его. Соответственно, Коттл. У Рошана остается буквально 15% ХП. Влетает Джагернаут. После байбека умирать просто запрещено. 120 секунд его не будет в игре. Снайпер также после байбека, и есть смысл за ним гнаться дальше. Уходит он в инвиз. Даже вижу на карте, где он стоит. Просто дасты, гем, вард. Но этого нету. В итоге снайпера отпускают. Огромные проблемы с Виженом у Дайра. Хорошо. Сделали минус 3. Снайпера все-таки отпустили. Но этого, я думаю, хватит для того, чтобы забрать Рошана. Бристолбек берет себя сыр, аеги составляет визажу. Плюс кто-то еще подбирает Аганим. Так как это 3-е Рошан. Остается просто закончить. Можно пойти через верх, сделать мега крипов, либо попытаться в тупую зайти в трон. Ну, конечно, лучше аккуратнее закончить игру через мега крипов. Тем более, посмотрите, как падает вышка. И это неудивительно, потому что урон просто запредельный. Снайпер. Будет ли Бристолбек заходить на базу, поворачиваясь спиной? Ну, это нужно делать, когда у тебя есть Токторин. И талант на 25-м левеле правый, который дает 12% вампиризму заклинаниями. Ну, видим, что даже и без этого он в целом неплохо так ворвался на фонтан, сделал пару киллов. В это время падает трон. Ну, а Бристол в конце купился блинк на силу. Потрясающий геймплей от кэри Бристолбека, соответственно, от Артизи. Итоговый счет 23-15. Всем спасибо, всем пока. Бристолбека.